МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давай. Давай ребенку возьмем. Давай. Давай. На. Хорошая прическа. У меня онстер тоже есть. Видишь? Тоже косичка есть. Как у тебя? Вот ему сделай, пожалуйста. Вот такую ему. Нет? Ну вот, у тебя же есть чуть-чуть волос. Давай делаем ты, Игорь. Будешь модный деревенский парень. Да, африканский. Ну, сделай, сделай такую. Пожалуйста, одну. Делает? Сейчас, сделает. Вот так вот у меня появились подражатели, значит. Игорь, расскажи. Все. Супер. Теперь я тоже такой же, как ты. Да, все. Теперь по делам, по бизнесу поедем. Ты двигаешься от Бельгии до сюда? Да. Действительно? Как долго? Да. Один год и 49 дней. Оно не остановиться. Я остановился. Я остановился за несколько недель. Потому что у меня были какие-то вещи. Везетные вещи в Нейджерии, в Сенегале. Да, это невероятно. Где ты идешь? Я идешь в Сен-Африку. В Капе Агулес. Да. Северный момент. Мы также идем в Капе. И после этого мы вернем в Москву. В другую сторону. Да, в другую сторону. И как долго ты был? Это около 3 месяцев. 3 месяцев. Да. Это быстро. Да. Это очень приятно встретиться. Это очень интересно. Ты нужна что-то? Нет, я не знаю. У меня есть вода, я все. Спасибо. Хорошо. Хорошо, познакомиться с вами. Да, я тоже познакомиться с вами. Надеюсь, у вас есть хороший путешествий. Спасибо, и у вас? Друзья, у нас техническая остановка. В течение которой Роман решил, что он обезьянка. Лягушка-фрок. Ты посмотри, вот один удар, кусочек пыли. Один удар, кусочек пыли. Короче, смотри, как надо класть коврики и одним, вот одной рукой, одним движением прямо открываешь. Да, давай, смотри. И все, да? И все, да, получилось. Ну, он там сейчас расправится во время езды. Деньги, запрыгивай так же, то до ловко. Ребята, вот вам тропический ливень. С горн, с саванны образуются селевые потоки и идут вниз. Все затопляет. Вон, видите, машина сломалась. Застряла, скорее всего, немножко выехать. И сейчас мы тут поедем тоже. 16 градусов встало сразу. Да, с 31. Сейчас посмотрим, я думаю, что резко так же потеплеет. Да, если мы выйдем из фронта. Выйдем из зоны, да, из зоны дороги. Смотри, лишь сразу, фигни всякое набросало на дорогу. Да. А что остановились-то? А увидели эхо войны, решили сфоткаться. Эхо войны? Да. Мы же уже рассказывали, что в Анголе шла война. 25 лет. Вот что осталось. Ребята, смотрите. И не делайте так никогда. Приехали мы в... Как место называется? Турвалану? Турваладу. Турваладу. Тундавала. Это вершина плато ангольского. Отсюда сейчас мы увидим всю Анголу как на ладони. Да ладно. Плюс к этому здесь начинается самая живописная и в то же самое время самая опасная дорога Анголы. И одна из самых живописных и опасных дорог мира. Офигеть. Сейчас пока что мы видим вот такие вот пейзажи. Очень красиво. Как вы видите, мы сами оделись немножко, потому что хоть и печет солнце, но достаточно холодный ветер и достаточно прохладно. Сейчас температура упала до 20 градусов. Наравнение было 31. Вот оно плато. Сейчас мы вам его покажем. Субтитры создавал DimaTorzok Поднялись на самую вершину плато. И сейчас вот здесь дорога, брусчатка. И вот такими тоннельчиками идет дорога между таких вот здоровых волнов. Очень прикольно и необычно смотрится. Субтитры создавал DimaTorzok Водопад нашли. Тундавала Фоллс называется. Так же в Тунегории. Так же в том месте обзорная площадка Тундавала. Тундавала. Так же и водопад называется Тундавала. Офигенно. Как грома называется? Тундавала. Так же в площадке. Ну да. Офигай, всю машину вижу, смотри. Да, я видел. Лифтовая. Решил послуху перейти на ту сторону водопада. Вот здесь небольшая запруда. Запруда. Чтобы там ноги не мочить. Фигай себе, какие шнили. Вы видите? Это просто монстры какие-то. Надеюсь, сейчас змея поперек не выплазит на этой тропе. И крокодилов у меня запил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова По дороге нашли просто настолько потрясающее место, настолько нетипичное для анголы. Вот это все, это ресторан. Ресторан. Здесь такая лужайка. Газончик мягкий. Все сделано просто. Настолько шикарно. На что, короче, сейчас купим местный сыр? Я вино возьму еще. Вино местное возьму? Да, я хочу возьмем. Иди знаю. Двести долларов, а этот две тысячи. Семь долларов. Ага. А это... Тинта, она красная, да? Гауда. Тильзит. Посмотрим, сыры разные. Выберем что-нибудь. Раклет. Раклет. Гмельте, айгода. Губанду. А, гауда. Какое сыр любишь? Твердый, мягкий? Твердый. Тебе я подвину. Да, вот этот. Самый твердый. Вот такой кусочек. Супер здесь. 400 грамм стоит 1705 долларов. Так, а у тебя, что у нас со штопором? А, куда я открыл? Открыл? Открыл, да. Вот конкретно здесь. Отличное место. Но кафе. Кто сюда ездит в кафе? Вы мне скажите. Почему шале написано, да? Да, почему написано шале? Я не знаю. И причем кафе? Еды нету. Только сыры, молоко и кофе. И все. Ну, как бы, интересно. Здесь очень классно сделано. Очень по-туристически. И обзорная площадка. Сама дорога как туда сделана. Там как парковка какая большая, запроектирована и сделана. Водопады. Шикарный ресторан. Шикарное кафе. Только нет людей. Только мы с Романом. Вот, знаешь, так вот наш отель выглядит изнутри. Лодж, точнее. Офигенно, красивые. Потолки высокие. Везде рога, животных. А можно я передам привет Маше? И скажу ей огромное спасибо за то, что она накатила нам вот такое место. Потому что мы хотели бы поехать уже в центр города. И там бы мы ныкались и мыкались по каким-то беспонтовым отелям. Но она еще в Луанде накатила Роме вот такое местечко. Правда, сказала, ему нужно бронировать. Но, учитывая то, что сколько людей вы только что видели на водопаде и на обзорной площадке, бронировать просто не за чем. Никого нет. Поэтому мы приехали мы одни. 70 долларов, по-моему, обошелся номер. За двоих. Роме обошелся номер. Хорошо, что мы заселились пораньше. Пока светло. Можно насладиться всей этой красотой. И завтра утром спокойно в 6 утра опять встанем, позавтракаем и поедем. Все-таки, ребята, хочу вам сказать, Ангола очень красивая страна. Мне очень нравится. Правда, природа очень красивая. Все равно, когда ты в стране находишься, очень важно то, как ты себя ощущаешь в этой стране. В Анголе я ощущаю себя просто превосходно. Прекрасные условия. Очень слабо развит туризм. И это заметно. Чаще всего цены не соответствуют уровню сервиса. Но, тем не менее, правда, очень красивая. Мы не были ни в одном национальном парке. Мы их пропустили осознанно, потому что мы едем в Намибию и в ЮАР. И не хотим сравнивать. Потому что мы знаем, что сравнение будет не в пользу Анголы. Но, тем не менее, природа. Мы смотрим здесь природу. Природа очень красивая. И люди замечательные. Люди, правда, нет ни капли агрессии. Нет каких-то вещей, которые позволяли бы тебе чувствовать себя не в своей тарелке. Люди очень дружелюбные, открытые. Возможно, есть проблемы с преступностью. Скорее всего, не только в крупных городах. Но, тем не менее, даже в больших городах, с кем мы сталкивались, нам все помогали. Ну что, Игорь, как тебе в итоге наш отельчик-то? Я, по-моему, сразу сказал, что вряд ли мы найдем что-то лучшее в Африке. У нас по возрастающей. Хотя, да, судя по тому, как у нас с каждым днем все лучше и лучше, все дальше должно быть, конечно, тоже лучше. Но я очень сильно поражен вообще атмосферой, дизайном, территорией в десятки гектар, на которой бегают дикие животные. Вот я заказал себе лангустов, и мне вот за 20 долларов принесли двух лангустов с картошечкой и с вином с красным. Супер. И до этого я ел суп из семи? Нет, он причем был, он назывался рыбный суп, но он был не рыбный суп, это был не уха, это был суп с морепродуктами, правильно сказать. Такой густой суп, как гуляш, с кучей-кучей всяких разных морепродуктов. Безумно вкусно. Супер. А я заказал себе, короче, макарошки и только что съел суп с африканской крапивой. А у меня лангуст с сыром. Кстати, я что хочу вам сказать. А у тебя лангуст или омар в итоге? Лангуст, это значит. Лангуст. Все, окей. Приятного аппетита.